В Урском состоялось торжественное открытие памятника российскому казачеству. Его установили на площади Свердлова рядом с медицинским колледжем. Автором композиции «Встреча» стал известный воурский скульптор Николай Карпов. За его плечами уже десяток работ, связанных с казачеством. У казаков давно была идея поставить памятник на площадь Свердлова. Потом хотели на коне сделать его. Потом переиграли и сделали более продуманную и отображающую современность композицию. В виде пришедшего с войны казака и оставшееся здесь его дитя. Приемственность поколений, как говорится. Казак пришел с войны с орденом, с крестом. Он такой живой, здоровый. Сынули его смотрят и завидуют. Гордый такой на отца. В открытии памятника приняли участие руководители городской администрации, депутаты Волжской городской думы, казачество. В ходе мероприятия духовой оркестр исполнил гимны России и Всевеликого войска Донского. Начало казачьего движения в Волжском было заложено в 1991 году. Первым атаманом объединения стал Геннадий Филимонов. Создание вот этого памятника – это символ преемственности казаков. Мы живем не в простое время, а жили еще в более сложной, тогда, когда казачество переживало большие и сложные времена. Многие не дожили до светлых дней, и об этом я глубоко сожалею. Один казак сказал такую вещь – нас закопали, думали, похоронили, а мы взошли, взошли вот такими вот казаками, которые сзади меня стоят, и казачатами. Это символ, символ патриотизма, символ нравственности, силы, символ духовности казачества. Я благодарю за то, что я живу на этой прекрасной земле, благодарю за то, что я живу в этом прекрасном городе, и спасибо всем руководителям и казакам, которые помогли создать этот памятник. Слава нашей великой России! Памятник открыли глава города Игорь Воронин и представители разных поколений казачества, после чего монумент осветил епископ Калачевский и Паласовский Иоанн. В завершении мероприятия присутствующие возложили к памятнику цветы. Благодаря нашим старожилам, благодаря мудрости определенной части казаков в 2003 году была сначала озвучена эта идея, но с таким вот историей, достаточно длинной, 21 год, все-таки она реализована. И это правильно, но самое главное, что опять же я хочу подчеркнуть, здесь идут процессы развития, созидания, объединения. То есть общество объединяется, вовлекается в процесс, который называется созиданием, а не разрушением. Это дорогого стоит. И благодаря, опять же, позиции волжан, потому что собирали все миры на этот памятник, он сегодня появился на этой площади. Открытие памятника в Оужском – важнейший этап в сохранении преемственности поколений, поддержание казачьих традиций и культуры. Не случайно на монументе высечена фраза «Мы были, есть и будем». Игорь Ичмнев, Арсений Бровкин, телеканал «Волгоград-1».